Доброе время суток! С вами программа Азия большая игра и я ведущий Давид Эдельман. А у нас в гостях по скайпу из Кыргызстана наш постоянный эксперт, медик, историк, экономист, человек вообще универсального образования и энциклопедических интересов Бахтыбек Саибаев. Здравствуйте! Здравствуйте, Давид! Я начну с нашего обычного вопроса, который я задаю вам из передачи в передачи о ситуации с коронавирусом в сегодняшнем Кыргызстане и о ситуации с прививками. Ну, на сегодняшний день в Кыргызстане ситуация эпидемиологическая примерно такая же, как и во всем мире, и в частности, как у наших соседей в Казахстане. Всего выявлено инфицированных больше 170 тысяч. Значит, выздоровели из-за 160 тысяч. Это данные, которые официально нас дает Минздрав за этот год, начиная с марта месяца. Что касается умерших, то умерших примерно 2,5 тысячи. Это примерно, ну, полтора, почти 2 процента смертности. И, опять-таки, за какое время? Провакцинировано около 20 тысяч у нас. Это очень мало. Это примерно 13-14 процентов населению. 20 тысяч это... Это очень мало. Окей. Но это не 13 процентов, это меньше. Какой прививка у вас вакцинирует? Ну, у нас тут совершенно такая ситуация непонятная. То есть у нас сначала, с самого начала был китайский Синофарм, китайская вакцина, на основе цельного битвовируса. Потом появился спутник ВИИ, российский. Но потом, говорят, он кончился и обещают его снова завести. Потом появилась Астразенека. Вот. И обещают, что появится Пфайзер. Вот такая примерно ситуация сейчас. Но главная проблема в том, что население не идет вакцинироваться. И вот это, к сожалению, основная наша проблема. То есть у вас на сегодняшний день в наличии больше вакцин, чем есть население, которое готово вакцинироваться? Ну, получается так. К нам вакцины попадают различными путями. В основном, я так думаю, в виде гуманитарной даже помощи. Вот. Но сейчас достаточно широкий спектр предлагаемых вакцин, а население упорно боится вакцинироваться. Вопрос. Насколько я понимаю, что после советской власти, во время советское время, Кыргызстан, кстати говоря, был одним из таких эпидемиологических центров советской науки. Насколько я помню. Ну, и может быть из-за сложной ситуации, может быть из-за опасности там различных заболеваний, Кыргызстан, как и Казахстан, был одним из таких эпидемиологических центров советской медицины. А после развала Советского Союза за последние 30 лет произошли изменения, в том числе за количество антипрививочников. В различных республиках очень сильно увеличилось. И тут мне говорили, что Кыргызстан чуть ли не на первом месте по количеству антипрививочников на душу населения. Почему так случилось? После развала Советского Союза вся советская система санитарно-эпидемиологической службы была фактически развалена. У нас здесь были эндогенные очаги чумы, сибирской язвы, холеры, оспы. В общем-то Индия же рядом от нас, просто через горы. Вот. И как-то все это работало, потом она прекратилась, вот эта система развалилась. Вот. И сейчас эпидемиологическая служба, конечно же, уже не работает так, как это было в Советском Союзе. Вот. Периодически у нас встречаются случаи сибирской язвы, вот, среди скота, вспышки. Я еще вот среди скота. Ну, естественно, и люди периодически болеют. Потом из-за смены, вообще-то сказать, вот климата и тепловых поясов до нас добрался, значит, клещ. Клещевой энцефалит у нас появился с Сибири, до сюда добрался. Вот. И вот, как бы, эпидемиологическая ситуация у нас вот по тем инфекциям, которые всегда были у нас, ну, пока, как бы, в пределах разумных, так сказать. Ну, не дай бог, может что-нибудь случится. Что касается, вот, вируса SARS-CoV-2, вот, и ковида, который возник, ну, он так же, как и у всех других, только как снег на голову, вот, в прошлом году большая была вспышка. Сейчас народ и к этому уже привык. У нас здесь гуляет Дельташтам, вот, в основном, с Индии. И привозят его религиозные фанатики, которые вдоват ездят в Пакистан. Вот. Ну, и, конечно, Кыргызстан, как бы, идет за теми тенденциями, которые во всем мире, вот, как бы, ширится движение антипрививочников. И у нас тоже они появились. Хотя, конечно, не такие яростные, как в Европе, скажем, или в России. Но, тем не менее, и у нас такие тоже есть. У меня, ну, поскольку я очень много общаюсь с людьми из территории Большого Советского Союза, разных республик, у меня есть постоянная история, которую я получаю из одного места, то есть другого. Грустная история о том, что вот один человек, там, ну, решил, что в вакцины ничего не проверено, поэтому он может этот не вакцинироваться. Другой решил. И вот смертный случай один, другой. И связанный во многом с антипрививочником. Насколько это, ну, то есть обычная дурость, которая просто на обывательском уровне, и конспирология, которая охватила весь бывшее советское пространство, ну, и весь мир, потому что, ну, мы, давайте не будем забывать, что движение антипрививочников, оно в свое время возникло в Англии, как и прививки, а империи стало, ну, то есть в большое и сильное движение превратилось в Соединенные Штаты Америки, где все мифы имеют такой шанс реализовываться. А вопрос, насколько в Кыргызстане это сегодня связано и с Григи, я имею в виду с исламом. Вы знаете, вот в плане ислама я бы не сказал, что ислам как-то препятствует прививкам. Вот недавно у нас муфтият собирался, и они, в общем-то, сказали верующим, что ничего страшного, вакцинация не противоречит принципам ислама. Другое дело, что, может быть, пропагандируются какие-то традиционные формы лечения, которые были приняты в исламе, там, вот, кровопускание или вот специальные банки. Вот, это, конечно, ну, вряд ли поможет. Я не думаю, что традиционный ислам советует лечиться и с икульским корнем, как и ваш президент. Ну, это просто эксцесс, к сожалению, у нас вот. Это просто говорит о некомпетентности людей, которые руководят в Минздраве, и президент наш просто послушал наших медиков. Это просто потому, что они не знают еще, ну, где-то в 20-30-е годы прошлого века, когда медики искали какие-то лечебные алкалоиды, в том числе и были протестированы вот все препараты, связанные с икульским корнем, так называемой аконитиной, группой аконитов. Они оказались настолько токсичными, что не подошли просто. Невозможно было подобрать дозу, чтобы не перейти эту грань. Вот. Поэтому перешли к другим алкалоидам, не таким токсичным. А что касается и скульского корня у нас, ну, это вот когда-то об этом говорили, и очень печально, что сейчас это все было воспроизведено на уровне руководства Минздрава. Но это говорит... На уровне президента, это же не только руководство Минздрава. Ну, президент просто об этом рассказали, он же не медик. Он тоже это дело подхватил. Нет, я видел сообщение, что пропорции будет определять лично президент. Ну, это понимаете, это все, конечно, из области просто эксцессов. Ну, справедливости ради надо сказать, что главный токсиколог Минздрава активно возражал против этого и говорил, что все это ни в коем случае нельзя делать, но это осталось, как говорится, глазом вопиющего в пустыне. А так вот наш министр очень активно продвигал эту идею и доложил так президенту, что и президент поверил в его энтузиазм. Это, конечно, не красит руководство Минздрава. А какие еще народные методы, кроме кровопускания и сакульского корня, предлагались в Кыргызстане? По-моему, у вас был просто фестиваль этот творческой выдумки. Ну, да, это даже не хочется обсуждать. Это все как бы на уровне, что надо есть побольше жира, в том числе жира сурков. А сурки у нас это естественные резервуары таких возбудителей, например, как чума, поэтому ни в коем случае нельзя отстреливать сурков и есть их. Различные были. Сурок, кстати говоря, на втором месте, где живых существ, по количеству убитых людей. На первом это комар, а на втором сурок. Все боятся львов, слонов, леопардов, а больше всего людей поубивали комары и сурки. Совершенно верно. Но и комары, и сурки неистребимы. Они очень быстро размножаются. Вопрос, а как ведется кампания пропагандирования вакцинации или что-либо подобное? Или этого нет вообще? Ну, нет, это все ведется. В справедливости ради надо отметить. Выпущены специальные брошюры о вакцинах, об их безопасности, о том, что они необходимы. Выпущены и на фирмысском, и на русском языках. Постоянно по телевизору, по радио тоже рассказывается о том, что нужно вакцинироваться. Какие-то известные личности в республике тоже периодически говорят о том, что надо вакцинироваться. Но все это, к сожалению, не доходит до населения. Как бы вот так стройными рядами люди не идут. Вот это, к сожалению... То, что вы перечислили, это не пропагандистская кампания, это предоставление информации. Пропагандистская кампания работает на эмоциональном уровне гораздо больше, чем на уровне предоставления информации. Ваш президент вакцинировался... Такие случаи, чтобы поразили людей и как-то вот сразу увлекли их кабинетом вакцинации, такого нет у нас, к сожалению. Ваш президент вакцинировался? Ну, честно говоря, даже не знаю, не интересовался. Я просто объясню. У нас, когда в Израиле тоже есть миллион человек, взрослых, я имею в виду более миллиона человек, которые отказались вакцинироваться. На нашу маленькую страну это достаточно много. Но мы как-то самыми первыми сделали скачок в прививках, а вот сейчас мы, по-моему, первыми начинаем третью дозу вводить. Но я хорошо помню, что когда к нам в декабре прошлого года прибыли первые контейнеры с прививками, у нас премьер-министр, министр здравоохранения прибыли в аэропорт, устроили чуть ли не танцы возле этих контейнеров. Потом премьер-министр, ему лично сделали укол в прямом эфире. И дальше вот это шло по-настоящему. То есть ты видел, что это и авторитеты говорят, и люди из разных слоев говорят, и это обсуждается, но это продвигается. И в этом отношении, мне кажется, что в большинстве бывших советских республик именно в этом вопросе, в вопросе убеждения населения, было допущено не меньше ошибок, чем в прочих вопросах, которые называются управления коронакризисом. Я с вами абсолютно согласен. Вообще пример Израиля это как раз пример, достойный для подражания. Но, к сожалению, у нас руководство как-то вот по-другому расставляет приоритеты. Ну, например, вот конкретный пример. Наш президент, очень, так сказать, широко это было отражено в средствах массовой информации. Он встречал наших олимпийцев. У нас вот, по-моему, серебряные две бронзовые медали. Ну, это, конечно, здорово, что у нас маленькая республика, и хотя бы вот такие три медали у нас завоеваны. В этом как бы все нормально, что называется. Но при этом у нас двое-трое ребят заняли какие-то призовые места в каких-то мировых олимпиадах, школьных. Вот, у нас вот наш земляк сейчас вот, по-моему, он где-то учится в Германии, он там занял первое место среди студентов в математической олимпиаде. Но это как-то даже не обращают внимания наши вот, как бы, руководители. Хотя, в общем, надо понимать, что без образования дальше развития не будет. Вот. Допустим, президент у нас встретился и поздравил работников исправительной службы, вот, где, как бы, наказание отбывают люди, приступившие закон. Но никто не спорит, у них, как бы, труд тоже очень тяжелый и тоже требует внимания. Но при этом, скажем, всех наших детей, всю нашу молодежь, которая, допустим, имеет какие-то успехи в той или иной области, будь то наука, будь то олимпиады, будь то музыка, я бы, например, на месте руководства более внимательно к этому относился и всячески это поощрял. Ну, я могу сказать, что ваш президент просто персонал Тюрин гораздо лучше знает, поэтому он обращается к тем, кого он знает гораздо лучше. Ну, наверное, я не знаю, я не могу спорить с этим. Спасибо, Вактебек Саибаев. С вами была программа «Азия. Большая игра» и я и ведущий Давид Эйдерман. До свидания.